Здравствуйте дорогие друзья! Пеларгонию, несмотря на ее неприхотливость при выращивании, не всегда удается успешно размножить черенками. У этого растения достаточно толстые мясистые стебли, которые крайне неохотно образовывают корни. Поставленные в воду черенки могут через пару дней загнить. Поэтому для черенкования пеларгонии я применяю другой, более эффективный способ. Сажаю черенки сразу в землю. Осенью я свои пеларгонии обрезаю наполовину. За зиму они успевают нарастить побеги, которые я сейчас и буду срезать для укоренения. Черенкование пеларгонии каждый год провожу в феврале, для того, чтобы укорененные черенки в июне уже начали цвести. У меня здесь разные сорта. Также есть розы бут и королевская пеларгония. Острыми ножницами срезаю верхушки побегов с двумя междоузниями. Такие черенки обычно от 5 до 10 сантиметров длиной. Срезаю и боковые побеги приблизительно такой же длины. Среднюю часть стебля я обычно не беру на черенок. Уж больно толстый стебель. Думаю, вряд ли укоренится. У срезанных черенков удаляю все нижние листья, оставляю только верхние. Если на верхушке появляется новый листик, тогда оставляю только его и еще один верхний. Не нужно оставлять больше одного листа, иначе у черенка не хватит сил для их питания и образования корня одновременно. Все бутоны и цветы, если таковые имеются, нужно также срезать. Делаю прямой срез и оставляю черенки на пару часов в недоступном солнечным лучам месте. За это время срез пеларгонии покроется пленкой, что в дальнейшем предотвратит гниение. Для укоренения черенков лучше использовать пластиковые стаканчики объемом 200 миллилитров или маленькие горшочки. В них должны быть дренажные отверстия. Сажаю черенки в готовый покупной грунт для пеларгонии. Если такого нет, готовим почвосмесь из двух частей торфа, двух частей универсального грунта и одной части песка. Я еще всегда добавляю агроперлит или вермикулит для рыхлости. Наполняю стаканчики готовой почвосмесью, палочкой делаю углубление, поливаю. Черенок погружаю в корневин. Сажаю в лунку, заглубляя черенок на 2-3 сантиметра. Землю вокруг черенка утрамбовываю пальцами. Помещаю стаканчики в прозрачный большой контейнер. Накрываю прозрачной крышкой и ставлю под фитолампу или любое другое освещение, но не на солнце. Единственное условие нельзя ставить черенки на подоконник. Там холодно и процесс образования корней не наступит. Черенки просто сгниют. Проветриваю каждый день по 10-15 минут. Через 7-10 дней крышку снимаю совсем. Многие не накрывают крышкой, но исходя из собственного опыта, могу сказать, что с закрытой крышкой укоренение проходит быстрее. Черенкам необходимо создать тепличные условия хотя бы в первую неделю. Процесс укоренения черенков в пеларгоне длится 2-3 недели. В это время нужно быть осторожным с поливом. Первые 5 дней после посадки растения не поливаю. Затем полив произвожу только при высыхании верхнего слоя почвы и по краю емкости. Вот такие простые хитрости при разомножении пеларгонии черенками. Благодарю всех за просмотр. Удачных вам посадок. Оставайтесь с нами. До новых встреч.